Друзья, всем привет. Збройные силы Украины. Хлопцы, вы как всегда на краще. Бережите вы. И с Пасхой всех православных. Да, друзья, всех с святым. И что хотели поговорить о наболевшем, я так понимаю, есть какие-то вопросы возникли, там пишут в личку, там где то, где это. Уже как бы не то, что там Шамал, а именно с Придьявой. Просто Придьява вплоть до... Но есть такие люди, которые могут удивить Придьяву, кстати. Это наш Патреон и наши спонсоры. Это великие люди, я вам хочу сказать. На секундочку. Добрые люди, друзья. Предстаньте сейчас все, потому что если они где-то находятся там в зрительном зале, короче, это уважаемые люди. Перед этими людьми, естественно, мы хотим принести наши глубочайшие, поразительные, изумительные впечатления, так сказать, да? Да, это именно, я бы хотел подметить, это именно те добрые люди, когда ты попадаешь в какой-то просак, и тебя начинают бить и трепать, и появляются в какой-то момент добрые люди, которые влазят в этот конфликт и начинают разборонять и спасать тебя. Вот это вот есть эти добрые люди. Так что, добрым людям всем по привету. И что нам пишут? Нам пишут, вот тюряга, да? Да. Да, типа вот тюряга, типа вы там тюряга, там туда-сюда. А при чем тут тюряга, я не могу понять. Вот что тут такого? Мы уже вообще от тюряги как кто? Как, я не знаю. Очень далеко. Конечно. Я 8 лет уже не сижу. Мы уже фраерели, все. Какая тюряга, вы забывайте. Там у нас, да, естественно, есть замашечки какие-то небольшие. Но вы понимаете, что это невозможно искоренить из своего характера, потому что так как оно засело в длительной памяти уже, понимаете, оно из тебя никуда не выйдет. А так мы уже очень сильно далеко от тюряги. И не надо нас приписывать к этим вообще моментам, потому что, допустим, я не хочу к тюрягу. Ты хочешь к тюрягу? Боже, упусти. А есть люди, которые хотят. Кстати, вот совсем недавно идет, короче, приятель по улице, гуляет, короче, смотрит, сидит бедолага, короче, рыдает просто, короче. Он, ну, подходит, как любой нормальный человек, подходит к бедолаю, говорит, что ты плачешь, говорит, дружочек, что у тебя случилось, короче. Он говорит, так, типа, ну, это было вот пару месяцев назад. Говорит, так, типа, ноги померзли, короче, там, это, блин, все плохо, дома не живу, короче, бабок нема, бухаю, короче, уже там сколько-то лет, непонятно что. Говорит, слышь, друг, у тебя есть телефон, говорит, есть, говорит, братуха, вызови, пожалуйста, короче, цветных, говорит, типа, и что в плане вызвать, что я им скажу? А, это да, блин, реально, ох и дверь. Короче, скажи, что я, короче, это, зажмурил человека. Да, лучше в тюряге жить, чем вот так, как я живу. Да, тот, короче, смотрит на него, говорит, ты что, типа, болван или что? Ну, ты на приколе или ты серьезно сейчас базаришь? Что это такое вообще происходит? Не, он говорит, вызови в натуре. Короче, начинаешь же с ним общаться. А, ну, говорит, точно вызвать? Типа, ну, на, типа, сам вызывает. Он дает ему трубку, короче, тут набирает в натуре. Это, говорит, там, да, приедьте, короче, я, вот, вот такая вот такая канитель, короче, вот. Вот человек, вот, короче, говорит, такую канитель хочет вам признаться, типа. Там еще на том, на том конце провода, типа, там, ну, типа, что-то, ну, думает, прикол какой-то, типа, не гоните, типа, это. Он говорит, ну, смотрите сами, хотите, реагируйте, хотите, не реагируйте. Вот человек просится, сам хочет в преступлении сознаться, типа, я тут при чем? Типа, попросил, вот, набрать, я вас набираю, короче. Да, да, нет, нет. Они говорят, ну, ладно, мы приедем. И, походу, короче, он начинает рассказывать движ. 2004? Да, да. 2004 год. А, 14. Не, братан, не, не 14, 4. Уже 10 лет прошло, 14. 4 это 20 будет. Разве? Да, 2014 год. Не, он сказал 20 лет назад, братан. Ну, короче, ладно, 10, 20. Потому что я тогда считал, я говорю, блин, прикинь, там, пару лет назад. Не суд, короче, не суд, не в этом дело. 10-20 лет тому назад, чувак, короче, в пьяной каком-то, в пьяной ссоре, там, не ссоре, я не знаю, там, с чувством, там, какого-то, там, я не знаю, оскорбления или еще что-то. В этих вот чувствах, короче, заборонил отчима. Затащил его, жил он где-то в какой-то малосемейке, короче, затащил его в кладовку и закидал вещами. Типа, вот он рассказывает, у меня вот, типа, и этот приятель, типа, говорит, так и где он? Ну, смотрит, ну, какой-то болван, по-любому лепит идиота. Тот говорит, там же в кладовке, короче. Да ладно, типа, ну, там, 20 или 10 лет пролежал, типа, блин. Ну, да, общага, на секундочку, прикиньте, движ, блин, и не заметить, блин, никаких запахов, ничего, не заметить, что там лежит какое-то тело, практически нереально. Ну, естественно, короче, кто-то, говорит, лежит, отвечаю, ну, думает, шелестит, короче, знаешь, вот, и говорит, так и что тебе это самое, он говорит, да я не везу, короче, этой тяги уже, ну, суть не в этом. Приезжают, короче, лягаши, ну, проверить-то надо, знаешь, попытаты мона, короче, заходят туда, разгребают в натуре, прикиньте, мумия лежит. И, естественно, чувака, и повезли. И вот и представьте, а мы, короче, с Серегой идем, общаемся на эту тему, знаете, и вот я вот вспоминаю, бывает, ну, сложно обычному, там, типа, парасичному громадянину, да, понять, ну, обычному человеку, обывателю, понять, что, типа, когда человеку хочется уже в тюрягу, знаете, тут есть несколько моментов, короче, потому что, либо у человека ничего не срастается, либо у человека, как у этого, возможно, он просто, вот, представьте себе на секундочку прожить, хотя бы 10 лет, зная, что тебя каждый божий день могут спалить, принять тебя. То есть ты тупо, я вам это чувство, мне это чувство знакомо, потому что я был в бегах, там, Серега тоже там, ну, были в какие-то, это такое чувство у тебя, когда ты каждый божий день, каждую минуту, ты не можешь даже отвлечься, ты постоянно думаешь о том, что тебя вот-вот настигнут, тебя вот-вот прихватят, ты вот-вот поедешь, ты вот-вот понесешь наказание. Ну, и прикинь, да, сколько он возвращался к этой кладовке, блин. Да, и он 10 лет, представьте, даже если это не 20, даже если 10 лет, день в день жил в этом состоянии, в этой напруге, в такой жесткой, что тебе вот-вот придется отвечать за свои, содеянное за свое. И вот эта вот мука, я не говорю, что он там, ну, я не оправдываю этого человека, это вообще, ну, типа, не наш метод, мы против этого всему. Но я его могу понять, с одной стороны, знаете, чтобы понять мотивы человека, или вообще там, чтобы понять человека, нужно стать на его сторону. И вот я, когда остановлюсь на его сторону, и я себе на секундочку только эту мысль пускаю в голову, это меня тупо ужасает, потому что я знаю, что человек все это время тупо жил в аду, можно сказать. Он мучился по-любому, ты не можешь отвлечься. Он там, я понимаю, он говорит, я забухал там, сильно сбухался, типа, молодой пацан, ну, как молодой пацан, нашего возраста, это мы его называем молодым, потому что мы уже для многих немолодые. А в целом, вот так вот, прикиньте, живет чувак, и каждый божий день он наливает эту сливу, да, чтобы забыться, или кто там, допустим, коль-коль любит, закалывается, чтобы забыться, но забыться ты не можешь, понимаете. Этот скелет, этот в шкафу, он тебе напоминает каждую божью секунду, что кто ты, что ты, и что ты должен за это понести. И я думаю, что у чувака, ну, вот мне кажется, вы напишите, конечно, в комментариях, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что этот чувак именно из-за этого чувства решил сознаться, понял. Это никакое чувство совести, там, я слабо сомневаюсь, когда стоят на весах свобода, там, и здоровье, то совесть, там, она чуть в другое место уходит. У редких людей она может выйти на первое место. А в целом, я думаю, что чувак просто жил в муках, постоянно ждал, что его прихватят, постоянно ждал, что он пойдет в тюрягу, и все-таки решился, и поехал, пошел на опережение. А если бы пошел на опережение сразу, то уже был бы на свободе, прикинь. Да, уже посвободился. Вот какая вот движуха. А вы говорите, тюряга, вот вам и тюряга, потому что ты не понимаешь, ты, порой, знаете, порой люди живут, я даже сам вот такое иногда себя ловил на мысли, что порой в тюряге ты живешь и на свободе. Просто у тебя настолько маршрут такой, там, допустим, дом, семья, работа, короче, друзья. И ты этим маршрутом годами, десятилетиями передвигаешься, не сворачивая ни влево, ни вправо, даже не видишь иногда, что происходит, так сказать, в другой локалке. Ты живешь вот так. Ну, на другом берегу Киева, там, допустим, ты постоянно находишься, там, ну, консервируешь. Я вот помню, братан, извини, допомню тебя, помню, когда вот употреблял, у меня было долгое время, что я просто вот на районе, вот только на районе, вот фигачишь. Все, ты не выезжаешь, ты там, бываешь, там, выйдешь куда-то, знаешь, ты, ну, пошел этот самый, чтобы освободился, я не знаю. И бывает годами, да, люди себе на свободе, блин, могут создать еще и похлеще тюряги. Еще это не говорит о том, что там его надо закрывать. Человек сам себя может закрыть в такие рамки, поставить все такие ограничения, неосознанно. Просто вот так вот, наверное, там, привычка, да, вот, допустим. Привычка, страхи, все что угодно. Я тоже, ну, есть много людей, которые вот просто живут, они даже с хаты не выходят. Да, да, есть, вот, есть, вот, блин, пацаны, которые вот сидят, блин, в компе живут. Да. В компе живут или просто там телек, сериалы. Ну, добровольная тюряга, типа, тебе, вот, у тебя пространство, казалось бы, да, огромнейшая возможность, прикинь. Ты просто выходишь на улицу, достаточно с кем-то заговорить, познакомился, и уже тебя, так сказать, вырс, вырс, водоворот событий закручивает, ну, может тебя куда-то так закрутить, что ты даже не понимаешь, где ты можешь оказаться в следующее время. А ты просто сидишь где-то в комп, короче, у тебя там мир, хотя комп тоже мир серьезный, там, можно же, знаешь, у нас все в голове. Не, ну, есть, я встречал, там, блин, я там смотрел, я не помню, какой-то паблик, понял, там, типы, там, зарабатывают, там, сумасшедшие бабки, короче, там, в компе, там, крипта, вот это, вот, все там, движухи. И вот у него, там, ну, интересуются, там, образ жизни, как ты вообще, блин, оживешь, он, блин, блин, там, прикинь, на протяжении, там, долгих лет, он просто, то, что у него есть бабки, ну, видишь, ну, у него есть бабки, он заказывает домой, блин, охаловать, понял, ему приносят курьеры. Там, там, все вот эти, он даже не выходит на улицу, он тупо, короче, он законсервировал себя и сидит, он себе создал какой-то. Матрица. Да, в матрице и сидит там, это тоже, мне кажется, это... Не, ну, это выбор осознанный каждого человека, поэтому, что там, я к чему, что говорю, что там, что там, но просто, что вот этот вот прикол, знаешь, что ожидание, ну, страх ожидания, короче, наказания, или, как говорят, смерти, хуже самой смерти, знаешь. Это, да. Это в натуре такая канитель, что, к чему я это говорю, что мы порой, во-первых, наше воображение рисует, страх очень такой, знаешь, что, типа, блин, это что-то ужасное. Но, когда ты начинаешь этот путь проходить, то, кажется, тю, а что я там, типа, бздел, что это такое, знаете. Поэтому мы многих вещей даже не пробуем, только из-за того, что, типа, страшно, знаете. Ну, я помню, братан, когда-то, ну, еще там, по малолетке, мы во дворе ушатали, короче, одну канитель, не буду называть, что за канитель, ну, короче, ее шандарахнули, понимаешь, нормально бабок поимели тогда. Ну, она у нас во дворе. Понял. Это, блядь, все друг друга знаем, все это, сам, ну, у нас выбор, у него, мы, короче, ну, посмотри, оно так подманивало, там, искушало, хотелось, и ты понимаешь, что... Ну, типа, красанули, получается? Не, ну, своих, чё ты... Ну, как свои, блин, братан, ну, в плане, ну, свои. Не, ты говоришь во дворе, я же не могу понять. Ну, двор, вот, двор, вот. Вот ты знаешь, допустим, что у тебя, вот, стоит, допустим, она, там, автомобиль, да, в автомобиле, там, что-то лежит. Ты знаешь, что эти хозяева, ну, понял, там, этого автомобиля, ну, ты их просто знаешь, что они такие есть. Они твои, там, никакие, там, не близкие, там, не соседи, там, ну, можно соседи, по-жахнули, посторонние. Да, мы их, короче, сжахнули, то есть, все-таки, типа, знаешь, не хотели во дворе, то есть, это самое, ну, понимали, что вот сейчас сжахнем, поменяем на бабки и нормально прикурим бабок. И мы, все-таки, жахнули, я помню, мы два часа выгружали, только не термином, в подвал, ну, прикинь, уже рассвет, уже, там, пять утра, уже люди на работу, а мы, короче, грузим в подвал, потом с одного подвала на чердак, ну, и все, и мы, короче, это все оптом и впарили. Нормально поимели тогда бабок. Я вот к чему говорю, я потом понял, уже что сотрю, лягало, там, возле этого, понял, там, весь движ, ну, начинается суета, начинает именно, там, с понтом умное, там, расследование, понял, кто же беру, еще шандарахнул, там, отпечатки пальцев. Ты так же стекулируешь, вот этот самый. Да. Смотри. Подпечатки пальцев, и я, что-то, вот, понял, наблюдаю, и, брутан, я, короче, понял, я вот где-то недели две-три типа себя начал жрать изнутри, чем. Ну, меня измель, я, знаешь, дома лежу, опытом, кто-то, короче, звонит в дверь, и все, короче, это лягало, и все, за мной, все, короче, милый, тюряга, это самое, бах, там, соседка к маме зашла, ты такой, короче, понял, сдулся. Потом, и вот ты начинаешь нагнетать, нагнетать, ну, и потом, естественно, ты уже привык к этому состоянию, забываешь, ты уже забываешь и думаешь, да, нормально, все. Не, ну, это такое, это легкое, если бы ты знал, что там живет, что вы мумию оставили, так. Это жесть, я, ну. У меня тоже, помню, такая канитель, там, ну, это еще в школе было, там, в школу прогулял, сидишь там, наврал дома, что, типа, был, все нормально, оценок себе наставил, ну, там, я думаю, да каждый так делал, а потом звонок в дверь, и ты такой, раз, напрягаешься, думаешь, ааа, оп, в натуре, там, кто-то, фух, пронесло, потом опять, ааа, или там, родители просто заходят, там, что-то спрашивают у тебя, там, Саша, и ты уже такой, все, спалили, короче, знаешь, там, вынеси мусор, там, фу, ел-ебал. Блин, я помню, короче, делал канитель такую, у меня, ну, вот, счетчик, понял, там же, что эти блоки стоят, короче, для телефонов, понял, тоже, провода, там, квартиры, я выкупил, где идет именно на мою квартиру, короче, понял, братан, я жду за вот это, вешу, бурсу прогуливаю, и постоянно, знаешь, что ж, если, если неделя там не будет, мастер наберет же, по-любому, и я, все, я, короче, там, выхожу, номер, ну, телефон, там, понял, проводок, блин, на ляп, типа, отсоединил, спрятал его, его не видно, мама постоянно, блин, что за фигня, телефонные работают, там, ВТС, надо ездить, да, ВТС, надо ехать, там, куча канители, они, там, приехали, там, что-то, короче, сделали, я опять эту фигню, понял, ну, и, типа, нормально, знаешь, там, еду, ну, и, все равно, потом, все равно, короче, набираю, там, мастер, мама сразу, Сережа, кипи же, я обрезал дома телефон, короче, просто в подъезде, гач, провода, короче, это надо было ждать где-то неделю, мне тоже, батя, что за, блин, там, эти какие-то провода обрезают, а потом я додумался, короче, и у меня классная руководительница была, это, хорошая такая женщина, это, она музыку преподавала, ну, прикинь, знаешь, они, это же самые добрые учителя по музыке, ну, да, по музыке, знаешь, и я, падла, короче, проследил, где она живет, короче, и ей провода обрезал, чтобы она мне не звонила, я думаю, я извиняюсь, очень сильно, блин, без связи просидели там люди, очень долго, походу, потому что я резал, ну, что, время такое было, друзья, на дом выживал кто как мог, в принципе, как и всегда, человек делает, и в любой среде, человек делает только то, что выживает, по сути, да, и все. Да, как это, я хотел бы сказать еще, друзья, там пишут по поводу, там, черного притона, продолжение, сейчас, сейчас такой облом, если честно, у меня мама приехала, не видел маму, вот, как начало полномасштабной войны, как началось, больше, в феврале, в марте мама уехала в Германию, и вот ее не было, она приехала, и мы, ну, куча, короче, есть канители домашние, там, туда поехать, туда заехать, к родственникам, увидеться, я вам хочу сказать, блин, оно так ощущается, и так классно, когда, вот, спустя уже, там, трезвых, там, трезвого времени, ты настолько наладил отношения с родителями, ну, с мамой, что ты просто сотришь, и мама реально кайфует, и, блин, да, светится, радуется, конечно, не, не то, что приехала, там, в какую-то проблему, и нормальные, где-то там, где-то, нормальные сыновья, нормальное, все, конечно, это очень видно, что мама очень этому рада, этому всему, понятно, что плохо, что у вас такая разлука, знаешь, у вас вынужденная. Ну, да, ну, мама пока будет там, она ненадолго приехала, на две недели, ну, да, в любом случае, там лучше, на данный момент, да, там лучше, там спокойнее, и там, там у нее есть сестра двоюродная, там, блин, уже там куча знакомых, мама там ходит, учится в школу, изучает язык, ну, вообще, она кайфует, и видно, что сюда она приезжает, слышит воздушные тревоги, вот тут весь движет, давление поднимается, это нервоз, и... Да, конечно, это... Плюс тут люди, ну, типа, с понтом привыкли, хотя к этому сложно привыкнуть, но типа привыкли, а мама твоя только приехала и опять окунулась на два года назад, и поэтому, естественно, это... Мама и так столько страданула, что... Да-да. Она заслужила на такой спокойной, как бы, можно сказать... Плохо, что вы не рядом, я имею в виду, что тут она не может так себя чувствовать, понимаешь, вот, что вынуждены, сколько семей... Да плохо, не можем поехать ко чему на кладбище, она никак не можем попасть, мы, ну, дядя Толя умер... Да и к Жеке. Перед войной, мы, она, да, и к Жеке туда, и вообще не можем... То, что огромный человек, человек скала. В Затоку не можем, ну, просто попасть, там можно чигирями как-то прорваться, ну, по-моему, это... Ну, короче, кто в Затоке, напишите, потому что мы не можем понять, туда можно проехать через мост, или нельзя проехать. Мне писали, нет, через мост, нет, через мост там нереально попасть, вообще, там есть как-то в обеззну, ну, там, и то, там же, такая движуха, что, если ты не прописан, там, понял, на той стороне, то тебя могут... Чего едешь? Да, тебя могут развернуть. Ну, короче, если есть, кто-то может порешать, напишите, или кто-то знает. Да, хотели бы очень летом бы съездить туда. Съездить, надо съездить, потому что сейчас... Да и плюс сейчас, друзья, вы сами понимаете, Пасха, потом у нас, короче, завтра у Кента днюха, потом, блин, гробки, я уезжаю, Серёга уезжает. Я тоже уезжаю, да, всего. Так попадается, поэтому, блин, это объективные обстоятельства, мы не то, что, типа, там, морозимся или тянем что-то. Ну, сейчас не актуально, сейчас, ну, снимать, ну, там, Чёрный Притон на Кумаре, вся вот эта движуха, ну, как-то, надо погрузиться в эту всю атмосферу. Оно будет, друзья, Куртябка тоже будет продолжение, там пишут, когда хотя бы приблизительно. По теплу будет, друзья, по-любому, сделаем вам продолжение. Тепло, тепло уже, правда. Да, ну, по теплу, это же понятие. Не, так, конечно, ну, а что нам делать еще, друзья? Конечно, мы все... Это наш контент. Все эти штальды мы позакрываем, по-любому, так что не очкуйте. И там ждет, не думайте, что вы что-то забудете, мы напомним вам. Да. И что все будет нормально. А все должно, знаете, все, я вот заметил, все должно именно быть тогда, когда оно именно должно быть. Там все происходит именно тогда, когда оно даже... Оно даже, даже там какая-то серия подается именно тогда, когда именно, ну, просто, блин, оно актуально. Да. Да. Это наша жизнь, мы рассказываем, мы делимся своей жизнью и, в первую очередь, призываем, чтобы не делать, не повторять наших ошибок и не чудить, потому что оно приводит именно на такое дно разруха. Сейчас, друзья, просто мы своей жизнью убрали вот именно, ну, такие два фактора очень важных. Это употребление и обман. Грубо говоря. Да, вы сами можете наблюдать на нашу, можно сказать, трансформацию, нашу жизнь. Вы видите... Оно очень сильно взаимосвязано, братан. Если ты не употребляешь, тебе не может скрывать. Тебе не надо добывать какие-то бабки, потому что там, ну, понятно, ты работать не можешь, будет оттолкать кумар, там, и тому подобное. Оно все так настолько связано, по сути, если вот кто-то сейчас употребляет и думает, так как я с этим, с этим, с этим завяжу. Завязываешь с одним, самое главное, трезвость. И все остальное начинает само по себе отпадать, вот эти вот моменты. Тебе просто не нужно обманывать родных, близких, морозиться, что-то прятать. Ну, это как бородавка, ты корень убил, блин, всю, остальное, оно, вот как Лебед рассказывал, он убил очень важную бородавку, реально, и у него остальные поотпадали. Подпадали, блин, сами вот так вот, понимаете. У меня, у меня когда-то, короче, был одногруппник, понял, я с ним, у всех, наверное, есть такие одногруппники, он винт крутил, короче, с оболони, типа, Серега, не буду фамилию называть. Короче, и у него, я помню, блин, все руки в бородавках, короче, такое неприятное, так с ним, знаешь, здороваться было неприятно, оно такое... Ну, а не здороваться тоже не уважаю, не хочу. Нет, а пацан нормальный, именно, понимаешь? И я так предполагаю, короче, что, это мы крутили винторез, понял, у него дома, мы нашли, я тебе как-то рассказывал, вскрыли кабинет химии, и он, короче, увидел, нашел банку красного фосфора, Поехали, а куда, все, а типа, только этого не хватало, все, типа, было, а не знали, что можно добывать вот это со спичек, вот это все, понимаете, и мы, я помню, сразу собрали с группы бабки на тифу, короче, они не зестеры крутили, а с тифы, и погнали, короче, на оболоне, я помню, блин, бензина нацедили, с заправок, знаете, в пистолетах бензин чуть остается, И мы по заправкам, короче, в бутылку, вот это с пистолетом, понасливали, короче, отбили, все закрутили, и что-то я не помню, мы баяны, ну, у нас просто бабок было впритык там, понял, на тифу, и, короче, типа, баяны один был, и, короче, мы одним баяном мазались, и мне кажется, что у меня через баяны-то передалось, ну, я не знаю, может, через рукопожатие, кто там в курсе, напишите, как, Ну, у меня где-то через, короче, несколько месяцев начали выскакивать бородавки на руках, короче, бля, я помню, капец, такая неприятная, во-первых, оно чешется, оно, короче, болит, оно тебя постоянно мучает, а самое, что интересно, и мне вот было, я очень сильно комплексовал кому-то руку подать или еще что-то, а потом, когда освободился с малолетки, я помню, у меня девочка появилась, мне было страшно ее там за выпуклостью трогать, потому что, думаю, сейчас, ну, вот это почувствует брезвость. Тень выпуклости все в бородавках, ну, потом, ну, или она так уже. Ну, да, ну, забрезгует, значит. Нет, оно само уже, оно ж, бля, нежная кожа, оно ж, бля, чувствуется, вот эти выпуклости, вот эти маленькие, вот эти бородавочки. Да, они выпуклости, мне чувствуют мои выпуклости, бля, шершавые. Я, короче, очень сильно парился, а потом уже в тюряге, короче, я встретил одного рецидивиста, а я, чтобы вы по ней, я грыз эти бородавки, а ну, после бани распарятся, знаешь, я их сгрызал, вырезал, сигаретами, сука, выпалил, ничего не помогало. Короче, а потом мне один рецидивист говорит, могу, типа, а что это у тебя за фигня? Я говорю, ну, такая фигня, короче, он говорит, а помнишь первую, типа, бородавку, какая вылезла? Я говорю, конечно, типа, вот она. Как ее забыли, да. Да, это мразь. Он говорит, ее надо ниткой обвязать. Я думаю, ну, какая-то, знаете, как у бабушки натереть картошкой на луну, там, что-то, я думаю, какую-то, ну, бабка опять. Ну, заговор, да. Он говорит, надо ниткой перевязать. Ну, у меня, типа, не было больше никаких надежд, ну, хоть перевяжем, знаешь. А она у меня не торчала, она такая, короче, я ее, помню, мойкой подрезал, короче, кровища, а-а-а-а-а, вот так вот режу, короче. Он мне запускает туда нитку, передавливает ее сильно, я просыпаюсь с утра, короче, и сотрю, ну, может, день или два, короче. Опа. Все, бензин закончился. Короче, может, день или два, и у меня просто вот эта бородавка засохла, все остальные вот так вот и вытерлись. Чудо ли или нет? Вот так вот бывает. Корень зла убит. Так и в жизни, так и, ну, бывает и у наркомана точно так же. Такие вот корни, они все, блин, прикинь, они начинают тебя отравлять, и ты даешь им жизни, ты вот своими поступками, действиями... Подпитываешь. Да. Подпитываешь. Поливаешь это дерево. Да, и так же можно это и передать, ну, на запросто кому-то, да. И все, ты только вот, ну, начинаешь не подпитывать, оно начинает... Вон, корень зла идет, видишь? Да, начинает умирать в тебе. И все, и это все со временем, блин, это все налаживается. Ты что, да, наш посыл вечный, короче, что корень зла, он один. Вы его прекрасно знаете. Бери его, блин, и все, блин. Завяжи ту бородавку, короче, она засохнет, все остальное самоотвалится. В принципе, все очень просто, потому что мне вот уже часто пишут, Саня, а как, типа, ты там с зеленью с этой, понял, подвязался и тому подобное. Сейчас в ютубе можно, айка? Лучше не надо, да. Этот самый, типа, как с зеленью, там, дай советы, там, обижаются, помнишь, чувак? Да, да. Капец, обиделся, типа, блин, что, типа, вы там с девочками, блин, выставляете сториз, не мог когда ответить, как мне, блин, быть, типа, как мне дурбалу бросить. Да я не знаю, друг, как тебя бросить. Это путь у каждого свой. Я знаю только точно, что если ты задумался о том, что она тебе мешает, то ее уже пора бросать. Вот и все. Каждый это делает по-своему, типа, там ничего сложного, по сути, нету. Знаешь, это не какой-то там, тебе, это даже не металл, что тебе там придется, блин, выкручиваться, он как шаману, там, 2-3 недели там лежать офигевший. Ну, не поспишь чуть-чуть, там, ну, чуть агрессия будет или наоборот, там, у кого какая истерика, там, психологическая произойдет. Ничего страшного. Главное, что нету каких-то универсальных, мы не делаем из себя, там, или шаман, там, не строит из себя, что он что-то великое сотворил. Ну, наш посыл, что просто бросай, это легко, все остальное тяжело, жить тяжело, блин, не начать тяжело, найти себя тяжело, создать что-то, созидать, вот это вот тяжело. Что-то, да, начать делать это, делать это до конца, не бросить на полпути, как это всегда, как на реке. Вот тяжело эти моменты настроить, вот, блин, прикинь, ты как заново, на все, новая, переродился, ну, ты вот в натуре переродился, и тебе надо заново, на, на, оттачивать какие-то, наверное, там, ну, вплоть, ну, ходить заново, учиться. Новые навыки. У меня бывало такое, я когда бросил употреблять первое время, блин, я такой, короче, какой-то застенчивый вроде бы, я смотрю, у меня... Раньше я был дерзкий, типа, блин, вообще, там, смелый, знаешь, там, вот эти вот, там, все такие... Решительный. Решительный, там, сразу, да, вот эти вот все такие факторы, а тут этих нету моментов. Но это под набором. Да. Ты решительный, смелый, дерзкий, и тому подобное. А в трезвости ты... У тебя нету... Начинаешь себя нового, как бы, принять, надо тоже, что-то... Конечно, конечно, и ты начинаешь с собой новым знакомиться, и ты где-то, если в тебе не нравятся какие-то моменты, ты начинаешь их, блин, ну, блин, проламывать, это даже, ну, вплоть до того, вот мы наводили пример, если тебе, там, даже в компании, там, было, там, тост сказать, особенно... А когда компания еще и выкупает, что тебе стыдно, тост, они вообще... Давай, 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 вот он, человек, хочешь это сказать, и ты стоишь вообще офигевший. Вот вот эти вот моменты, надо именно клин-клин, если тебе стыдно, это надо наоборотно... Стань, молоти, полчаса, тост. Говори, что там, блин, там, что там, ну, рассказы, потом это тебе легче будет даваться. Конечно, безусловно. Короче, именно то, что тебе не нравится, то и делай, короче. Не нравится тебе работать, иди работай. Не нравится тебе с утра просыпаться, просыпайся. Да, дисциплина очень важная, кстати, дисциплина, да, вот это громает. Да, вот очень важная дисциплина, когда у тебя все налажено, когда ты, блин, застеляешь кровать за собой, блин, когда ты, блин, моешь, блин, на тарелку, там, за собой, там, зубы чистишь, блин, там, кровать застеляешь. вот эти все моменты, они... Бумажками после туалета пользуешься. Да, бумажками. Вот эти все моменты, они бывают поначалу тяжело, блин, а потом привыкаешься. А потом оно у тебя, это знаешь, вот в натуре компьютер. Ты хопом вырабатываешь в себе эти моменты, и ты потом... Бил НЛП. Да, НЛП. Это обычное НЛП. Да. Так что, друзья, не думайте, что типа мы морозимся, мы вообще не морозимся. Да, и типа мы какие-то блин, там сверхъестественные, там духа, типа, блин, силы воли. Нет, друзья, это силы воли ты пользуешься только, блин, на начальном этапе, там, когда человек начинает спрыгивать, там, где-то кто-то месяц, кто-то два, кто-то три, может, там, еще какое-то время. Ну, долго ты на силы воли не проедешь, потому что ты лопнешь как мыльный пузырь. Ты же не будешь, блин, ходить вот так вот, блин, постоянно сука, крепиться, там, видеть дружочков, которые соблазна на сегодняшний день, валом, всего валом. Ну, у тебя есть выбор. Ты трезвый, и тебе... Либо тебе надо, либо не надо. Как в АН. Только сегодня. Да. И все. А то, что будет завтра, разберемся. То будет завтра, да. Так что, вот такой наш посыл. И, друзьяки, всех с праздничками. Мы вам, я думаю, что популярно объяснили, почему так происходит на данный момент. Потому что мамка, здоровечка, тетя, тетя, любим вас. Мы очень рады. Мамка, муничка, мама нас смотрит постоянно. Постоянно, не пропускает. Это самый первый наш фанат. Вот. Ну, в особенности, Серегин. Ночью, ну, это правильно. Вот. Мы тоже Пасху отмечали, там, пошли, чуть-чуть, там, мясо какого-то взяли. Было очень приятно встретиться со всеми. Это круто, знаете, ну, хорошо, что есть еще семья, хорошо, что есть люди близкие. Это всегда приятно, хоть и не получается очень часто видеться, встречаться. Но, хотя бы так. Так что мы вам желаем, друзья, чтобы ваши семьи были здоровы. Мы желаем всей Украине мыру. Да, поскольку да, долгожданного такого. Ну, и, друзьяки, мы никуда не пропадаем. Мы на звездку. Так что с вами был БУ. Быть добро, друзья! Обнимаем вас!